Государство сейчас активно поддерживает отечественный кинематограф. Снимаются новые фильмы, которые мы все чаще видим в большом прокате. Многое делается и на областном уровне открыты кинотеатры. В этом году их количество планируют увеличить в несколько раз. Как оказалось, не все города Подмосковья могут похвастаться современными кинозалами. В этом году, наверное, самое главное, вот это направление работы для Московской области, как можно больше, чтобы появилось современных кинотеатров. Кстати говоря, за последние годы, за последние три года, в области появилось 14 современных кинотеатров. Это почти 15 тысяч кинокресел. В 12 муниципальных образованиях, в том числе, был построен один из самых современных кинотеатров, это Водинцово. Кинорежиссеры и известные актеры ждут от года кино новых возможностей и самое главное финансирование. По-настоящему русского кино. Кино со смысловой нагрузкой. Кино, которое заставляет задуматься, кино, которое меняет жизнь людей в лучшую сторону. А кино – это искусство молодых. Кто ходит в кинотеатры? В кинотеатры ходят люди с 12 до 25-30 лет. Это муви-гоэры, то, что называется по-английски. И, конечно же, главная работа – это работа с сознанием этих людей. То есть тех людей, которые через 10 лет будут составлять самую трудоспособную, самую активную часть нашего населения, которые будут у власти, которые будут управлять страной и так далее. И мне кажется, что сейчас не литература, сейчас именно кино. Да, конечно, на кино наступает интернет, но интернет наступает на все и на телевидение и так далее. Но, на мой взгляд, кино – это очень важная стратегическая сфера, которую необходимо сохранить. Кино всегда должно. Недаром вот сейчас, понимаете, сейчас очень любят даже мои дети, что называется, да, любят смотреть старые фильмы. В них, конечно, много наивного и всего, но там есть все-таки какие-то ценности человеческие, которые испокон века и, надеюсь, и дальше, всегда будут для нас ценным чем-то. Что они всегда будут то, к чему мы стремимся, как мы воспитываем своих внуков, понимаете. Потому что, если в искусстве вообще нету вот этого стремления к прекрасному все-таки, я думаю, оно нужно только для создателя. Актеры театра «Крылья» подарили зрителям незабываемые впечатления. Режиссеру удалось оживить самые яркие картины любимых фильмов. Старый рояль, весь в испуге, раньше играл, он только в фуге. Он весь дрожит от страха, не слыша баха, теперь на нем играю я. Старый рояль, не поверь, не поверь, Старый рояль. Ребята сегодня большие молодцы. И, в общем-то, действительно получилось то живое кино, которое хотелось сделать. Хотелось сделать сходящих с экрана артистов. И вот эта вот идея, которая действительно навеяна была мне выставкой Ван Гога, вот эти живые полотна, на которые я была, я подумала, что мне сделать так год кино. Мне кажется, что она удалась. И ребята большие молодцы. Мне бы, конечно, хотелось подольше этот формат, и было много всего интересного, потому что мы совершенно не затронули тему анимационного кино, очень интересного. И мы подготовили там много всего. Но поняв, что все-таки второй половиной у нас будет показ интересного фильма Егора Кончаловского, мы решили программу сократить. Программа первоначально была на два часа. Но и двух часов не хватит, чтобы рассказать про российский кинематограф. Столько хороших фильмов, столько хочется петь, танцевать, столько хочется смотреть, что просто что-то неимоверное. Но целый год есть на это. Я думаю, что мы к этому вернемся. В этот день был дан старт первому открытому фестивалю «Магия кино». В конкурсе дебютных фильмов может принять участие каждый желающий. Лучшие фильмы будут отобраны в конце года и показаны на большом экране. Год кино только начинается, впереди много интересного. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова